Нам надо опуститься на землю, успокоиться, понимать, что С-400, ну, мы с Россией договорились, что, наверное, мы оставим С-400, который у нас есть, он с Минска будет видеть до Берлина. Это оружие, которое предназначено для крупных армий и крупных территорий, вот, допустим, как российское. Ну, а что нам видеть, что там в Берлине? Может быть, нам и не надо. Да и С-300, которыми вооружены, достаточно хорошее современное оружие, практически как С-400. Но С-400 хорошая техника, мы ее видели и в этой операции, очень хорошая. Мы договорились с министром обороны, что он, ну, просто завтра подготовит несколько групп ребят, которые будут владеть этой техникой. Искандеры – это очень нужное нам оружие, оно у нас сегодня есть, и, опять же, я договорился с россиянами, что мы покупаем у них Искандеры. Они выводиться из Беларуси не будут, они будут задействованы быть для обороны нашего пространства. Ну, и то, что у нас есть, и, я думаю, для армии – это хорошее вооружение. Это говорит о том, что наша армия способна будет воевать и нанести противнику неприемлемый ущерб, так, как мы и планируем. Мы же реалисты, мы же понимаем, что победить НАТО нам не удастся. А вот ущерб нанести, особенно тем территориям, с которых нас будут атаковывать, у нас это оружие все есть. Это оружие, которое покрывает всю территорию Польши и Добалские, я не говорю же о Прибалтийских государствах, и практически Украину за Киев. Я, не упаси Бога, не намекаю ни на что, но чтобы понимали дальность стрельбы того оружия, которое у нас есть. В рамках гособоронзаказа прошлого года закуплены 80 новых бронетранспортеров, мы и дальше планируем их покупать, хорошие бронетранспортеры, 4 беспилотных авиационных комплекса, более 2000 противотанковых управляемых ракет, десятки средств управления, войсками связи, капитально отремонтированы 10 летательных аппаратов. Еще один урок Украины – связь, связь и еще раз связь. Без связи нет армии. Очень много вопросов было к средствам связи. Но это наша тема. И не дай Бог, даже в условиях мирного времени, на учениях или неожиданно где-то будут подняты наши части. У нас есть и системы подавления связи. И дай Бог, вы потеряете связь между своими подразделениями. Поэтому посмотрите на это. Без связи нет армии. Не надо никакого оружия. Ничего не нужно, если нет связи.